вечер добрый дорогие братья и сестры сегодня воскресенье 9 вечера ну и как обычно прямой эфир у нас с вами вопросы-ответы на духовную тематику надеюсь с будете задавать вопросы ну на самом деле за эту неделю очень много вопросов задали много написали вконтакте будем постепенно отвечать на эти вопросы первый вопрос так вот наизусть буду вспоминать до вечер добрый первый вопрос батюшка у меня родинки на шее и веревочкой цепочкой очень натирает и больно родинкам как еще можно носить иначе крест и как вот в этой ситуации быть отвечаем понятно бывают разные физиологические моменты а за крестик мы даже еще чуть-чуть более расширим крестик можно носить также на булавочки под кофточкой там на рубашечке можно некоторые на видел даже в очередь как кармашек шили специальные там на рубашечке склали в кармашек вот но тут с крестиком вообще интересная такой момент что допустим когда я с учился в семинаре мы ходили бывало в баню и железный крестик он естественно обжигал ну вот я тогда приобрел себе кожаный и одевал кожаный крестик чтобы не обжигалом то есть тут по ситуации нужно сказать что допустим в сирийковской церкви где сегодня гонимы христиане такие новомученики сегодняшнего дня там некоторые копты делают татуировки в виде креста в виде лика христа в терном венце как такое сугубо исповедание своей веры и чтобы это не сорвали то есть ну естественно татуировку не сорвут но нужно также помнить что татуировка и это грех в их ситуация это определенный подвиг пошли не мученики их сегодня там убивают за то что не христиане вы не так давно видели по новостям что расстреляли автобус христиан паломников вот вам как бы подтверждение моих слов это сугубо и у них такое проявление веры в нашем обыденном сегодня сплошные надписи на руках и тому подобное в священном писании черно-побел написано что не изображайте на своем теле никакого изображения никакого повреждения то есть в экклесиасте мы книги можем это прочитать поэтому это даст это грех этого не нужно делать почему потому что господь создал мы вернее созданы по образу и подобие боже образ это внешний момент господь нам да образ чистый младенцами мы рождаемся чистыми без всякого рода дополнениями красок татуировок тому подобно чистотую и подобию то есть это душа то есть и тело и душа нам дается в чистоте это в самые мы ужасов к сожалению на своими грехами своими мудрованиями повреждаем наш внешний и внутренний мир вот относительно все таки до отвечать на вопрос по крестику еще раз подведем итог крестик можно носить в кармашке самое главное чтобы он был с нами и вообще крестик это поминать напоминание нам а то любви который господь провел каждому из нас то есть претерпел крестные страдания поэтому мы если нету каких-то исключительных моментов мы даже когда купаемся его не снимаем это первый вопрос второй момент второй вопрос батюшкой приближается пост по сути у нас воскресенье сегодня заговенье на пост завтрашнего дня с понедельника уже начинается пост петра и пала если еще его называют апостольский в честь первого верховных апостола петра и павла этот пост был он не самый строгий в него в нем позволяется вкушение рыбки и часто задают почему вот петра и павла пост он так вот лавируется то большой то длительный то коротенький но зависит от добрый вечер он зависит от пасхи он начинается в понедельник спустя неделю после троицы а троицы мы с вами знаем тоже переходящий праздник также зависит который над пасхи но петра и павла пост заканчивается всегда 12 12 13 12 если не ошибаюсь 12 июля то есть он всегда заканчивается одно и то время минимум длится восемь дней максимум 43 дня но самое главное пометать что такое пост это сугубое время когда мы уделяем внимание своей душе в обязательном порядке мы исповедься причащаемся пошу минимум церковь призывать четыре раза в году постами исповедься и причащаться а в идеале ежемесячно как святые отцы горят кто исповедься причащается реже чем раз в месяц а вот и те душа и тело слабит и лука может сотворить с ним все что угодно да вообще скажем так для православных христианина исповедь и причастие это норма норма жить с богом жить в боге жить в таком законе духовно-нравственном с богом и со всеми людьми то есть пост это сугубое время если есть какая-то немощь что мы учитываем ее если допустим там у человека сахарный бетон учитывая питается этого если у него больная поджелудок что там бульончик нужен то есть учитывая не мощи а без фанатизма мы видим что есть календари где там сухоидение написано это монастырский устав даже допустим война служим учащимся не всем даже порою не держится пост потому что должен быть человек дееспособный также нужно сказать процитировать серафима саровского который сказал питайте тело свое настолько чтобы она не слабла слабим тело слабим дух и не может противостоять греху то есть надо в меру своих сил тоже поститься по благословению священника который духовно вас знает духовного сведет это в первую очередь конечно духовник если духовника нет как которым нужно молить бога чтобы он указал на этого пастыря доброго который будет знаешь в вашей телесной духовной немощи и будет вам подсказывать как правильно вести но не он спасает вас а господь спасает по вашему труду духовному но если есть вопросы я готов на них ответить если нет еще один вопрос отвечу жду ваших вопросов если таковые есть дела замечательность как вы видите относительно прошлого воскресенья не такой уставший но труд трудимся трудимся с божьей помощью значит дела вот немножко поделюсь изумительно с паломническая поездка была в за майковскую все архангельскую пустынь новофонскую замечательная поездка на на днях я домонтирую видео как мы съездили также его загружу в youtube и с youtube а сделай ссылку сюда уже соцсеть контакта посмотреть изумительная была поездка так с молитвы начали в центральном нашем храме трех святителей и вот как господь просто чудесно нас вел еще день памяти ксении петербургской был я еще перерывал как бы нам помолиться еще ксении петербургской первый храм где мы остановились там как раз был молебень который батюшка вел это в выселка городе выселки и там мы помолились на молебне то есть но настолько изумительно все как как будто нас везде ждали ну и на источниках окунулись я вам честно признаюсь я страшный мерзляк по мне лучше плюс 40 чем минус 2 но тем не менее вот окунулись все мы в источники это стоящий момент хотя вода там всего 4 градуса такая проточная спасибо за то что вы есть вы мне дали много сил господь дал я великий грешник может быть еще вопросы есть ну если нет вопросов я расскажу если позволите такой духовный анекдот это на тему часто спрашивают батюшка как нужно правильно каяться и а если не покаялся то что делать тогда со своим как бы покаянием как правильное покаяться чтобы душе легче стало вообще святые отцы говорят что осознание это первая ступень к исцелению души ну вот расскажу о ней дот значит как мне его рассказали один армянин пришел к батюшке и говорит батюшка хочу покаяться батюшка говорит в чем он говорит ягод в годы великой отечественной войны 1 еврея в подвале от немцев спрятал как это даже не грех это же добродетель ты жизнь ему спас он будет ну да правда за то что он сидел там я за каждый день с него по 100 долларов брал могут конечно доброе дело нужно делать безвозмездно на то он доброе дело ну да ну кайся каясь батюшка уходя на порожки армянин поворачивается и говорит батюшка хочу посоветоваться говорит ну спрашивай говорит как думаете стоит ему сказать что война уже закончилась ну вот и теперь отвечая на последний третий вопрос это наш иногда наша исповедь не всегда покаяние поэтому если мы исповедуемся то стараемся и не грешить рад был уделить вам внимание надеюсь вы также будете писать мне вопросы свои много очень материал накопилось которые нужно будет монтировать относительно и видео и этой поездки изумительной буду с вами делиться жду ваших вопросов многие такие очень личные вопросы поэтому я их только в личке вами отвечаю но если будут какие-то такие которые можно для всех ответить буду рад с вами был освященник константин мальцев храни вас господь милости божией всего доброго аминь